Разберем покупку ноутбука на примере. Сейчас ведущими производителями ноутбуков являются Acer, Asus, HP, Lenovo, Samsung и Dell. В классе премиум сегмента царит Sony Wire. Можно сразу предположить, что лидер на рынке отличается лучшим показателем цена-качества, но это не всегда так. Не исключу, что у некоторых производителей более качественные комплектующие в связи с чем ниже процент брака. Но очень часто ноутбуки различных фирм собираются на одной платформе и в принципе являются клонами. Различия при этом сводятся только к внешнему виду, а цена разительно отличается. Поэтому для меня, как для инженера, в первую очередь важны характеристики и возможности самого компьютера. Кроме того, не забывайте, что продажи подстегиваются слухами, которые чаще всего проплачены маркетологами. Я бы посоветовал смотреть именно на компьютер, а не на марку. И как только вы сделаете выбор, то обязательно перед покупкой посмотрите отзывы и обзоры на ваш будущий ноутбук. К примеру, это можно сделать на Яндекс.Маркет, Hitechmail.ru и Notebook.ru. Сразу скажу, что я не склоняю вас к какому-либо производителю или какой-то конкретной модели, потому что завтра ноутбук из урока станет историей. Я просто хочу показать, как бы я выбрал себе покупку. Ноутбук – это как продолжение меня. Я становлюсь мобильным и могу работать почти везде. Будь то поездка в транспорте, скамейка в парке или полноценный офис. Поэтому лично я бы первым делом пошел бы, сходил в обычный компьютерный магазин, посмотрел бы, пощупал, оценил удобство и так далее. То есть провел бы небольшой осмотр своего будущего компьютера. Но сейчас очень часто компьютеры просто покупаются в интернет-магазине. И в этом тоже есть свои плюсы. В частности, стоимость ноутбука в интернет-магазине может быть дешевле. Часто практикуется такой вариант. Вы, например, идете в обычный магазин, смотрите необходимый вам ноутбук, а потом такой же покупаете через интернет. Это тоже хороший вариант. Сейчас, поскольку я не могу сходить с вами в магазин, я буду выбирать компьютер в интернет-магазине по набору характеристик. К примеру, мне нужен полноценный ноутбук со средними характеристиками и ценой, чтобы я мог нормально работать, смотреть фильмы в хорошем качестве и даже изредка играть. Ну, поскольку я любитель удобства, то ноутбук должен быть с полноценной клавиатурой. Полноценной клавиатурой я называю такие клавиатуры, у которых есть дополнительные клавиши. Все-таки часто из соображений компактности клавиатуры резают, что является для меня неприятным аспектом. Раз компьютер со средними характеристиками, то жесткий диск должен быть хотя бы от 500 гигабайт. Оперативная память должна быть 4 гигабайта. Процессор не ниже Intel Core i5 или эквивалента от AMD. А поскольку я хочу смотреть фильмы в хорошем качестве, иногда играть, то видеокарта должна быть дискретной, обязательно. То есть никаких встроенных видеокарт, которые присутствуют в дешевых ноутбуках. И диагональ монитора ноутбука хотелось бы хотя бы от 15 дюймов. Поэтому заходим на Яндекс, переходим в Яндекс.Маркет. Почему Маркет? Потому что здесь очень много отзывов, которые чаще всего вполне адекватны. Перехожу в ноутбуки. Здесь перехожу в расширенный поиск. Производителя я указывать намеренно не буду. Укажу размер экрана. Вот, как вы слышали, от 15 дюймов сделаю. Вес тип процессора пока указывать не буду. Хотя лучше я все-таки укажу Core i5 и Core i7. Также укажу Core i7 Extreme. Хотя сразу скажу, что денег у меня на такую технику не хватит. Но тем не менее, просто обозначил. Частота процессора от 1400 МГц поставлю. Размер оперативной памяти от 4 гигабайт. Тут все однозначно более-менее. Объем накопителя от 500 гигабайт. Покажу вручную. 3G для меня совершенно не обязательно. В конце концов, если мне потребуется интернет, я могу его через флешку поставить. Wi-Fi в каждом ноутбуке есть. Bluetooth мне не нужен лично. Так, операционная система тоже никаких особых предпочтений к этому я не вызываю. Хотя, с другой стороны, если без операционной системы ноутбук продается, то он значительно дешевле. Поскольку лицензия на операционную систему, это, как правило, 3, 4, 5, 6 даже тысяч рублей. Итак, нажимаю показать. Сейчас по популярности, естественно, посмотрите, какая стоимость тут закладывается. Стоимость я рассчитываю на 25 тысяч рублей максимум. Это цена хорошего ноутбука. Нажимаем показать. Вот, слава богу, цены теперь меня устраивают. Нажмем по цене. Как видите, можно компьютер купить с указанными мною характеристиками даже за 15,5 тысяч. Кстати, я не указал тип видеопамяти, но это можно и так посмотреть. Например, GeForce GT720M. Это мобильная дискретная видеокарта. Здесь из данных производителей я бы рекомендовал смотреть на Asus, Lenovo, можно на Acer смотреть. Lenovo, конечно, фирма хоть и дешевая, но бывает, что выпускает хорошие ноутбуки. Посмотрите, также есть здесь и ноутбуки iRU. Кстати, я их давно не видел, из-за них ничего не могу сказать. Поэтому и выбирать его я не буду. Так, смотрим дальше. Что нам могут предложить за мои деньги? Так, а вот интересно, могу ли я купить на базе процессоров Core i7? Вот только три варианта, как видите, в размере 25 тысяч. Как раз это два ноутбука iRU и один HP. Ну, естественно, выбора у меня нет. iRU я покупать бы не стал, потому что я не знаю просто эту марку. Выбор у меня, естественно, HP. Хотя, как вы убедились, я очень жесткие условия указал. Если бы я указал процессор Core i5, то выбор гораздо более широкий отставляется. Ну, почитаем отзывы про HP. Во-первых, сразу посмотрим на него. К сожалению, здесь фотографий нет, но даже имея то, что мы видим, здесь видно, что клавиатура полноценная. То есть присутствует ряд дополнительных клавиш. То есть для меня, в принципе, абсолютно нормально. Также ноутбука присутствует в магазине, который находится в моем городе. Это, я бы даже сказал, очень приятно. Если он, по крайней мере, там не присутствует, значит, его там можно заказать или забрать. Почти за 26 тысяч. Вот. Цена, кстати, чуть дороже. На 1000 рублей, но для меня это нормально. Перейдем в отзывы. Естественно, первым делом смотрим самые плохие отзывы. Из достоинств могу написать только мощность. Это уже радует. Сильно греется. Это, конечно, большой минус у ноутбука. Но в то же время, может быть, конкретно этому человеку повезло, потому что большинство отзывов все-таки положительные. Я бы даже сказал, даже если сложить все отрицательные отзывы, не наберется столько, сколько положительных отзывов. Тем более, 91 человек оценил данный компьютер на 4,5. Смотрим, плохие. Wi-Fi отвратительный. Ну, кстати, вот исходя из того, что я вижу, все-таки недостаточно прочный корпус. У кого-то Wi-Fi не работает или с клавиатурой. Вот с клавиатурой конкретно это косяк владельца. Нечего есть на ноутбуке еду и, собственно, поливать его чаем. И с клавиатурой все хорошо будет. С Wi-Fi, но это может быть конкретно либо настройки, либо что-то еще. Вот. То есть, первый отзыв предвзятый, на мой взгляд. Во втором отзыве человек жалуется на то, что корпус у него недостаточно прочный, так ноутбук не создан для того, чтобы его бить и разбивать об асфальт. Также пишет то, что глупо разбит винчестер, но во что мешает переразбить жесткий диск по-другому. Поэтому тоже я считаю, что отзыв не совсем адекватен. Смотрим отзывы как средняя машина. В первом отзыве пишут про качество сборки. Слабенькая видеокарта. Но, знаете, видеокарта на ноутбуках не бывает очень мощной. Видеокарта всегда должна мало потреблять и очень мало греться, чтобы не вывести из строя сам ноутбук. Поэтому требовать от ноутбука огромных возможностей за такую, тем более, цену, за 25 тысяч, это глупо. Поэтому считаю, что отзыв тоже неадекватный. Ради интереса посмотрим отзывы тех, кто доволен. Естественно, мало информативных отзывов не смотрим. Смотрим на те, что хотя бы немного дорасписаны. Вот, кстати, обратите внимание, здесь в достоинствах пишет про прочный металлический корпус. Поэтому сколько людей, столько именений. Некоторые умудряются здесь и поиграть нормально. Причем человек пишет то, что он поменял HDD на SSD, чем повысил производительность. Да, конечно, так можно сделать, но при этом отказоустойчивость все-таки ниже у компьютера становится, если ставить SSD. Хотя производительность вырастает. Далее, как вы видите, довольных компьютером гораздо больше, чем недовольных. В принципе, мне он нравится. Тем более, как вы видите, с такими характеристиками, да еще и с такой ценой, компьютеров очень мало.